Еще один шаг к будущему трудоустройству. Сегодня в Белгороде подвели итоги конкурса «Лучший по профессии» среди воспитанников коррекционных школ. В этом году он собрал более 150 участников из 33 регионов страны. Несколько дней школьники с нарушениями в интеллектуальном развитии демонстрировали все, чему успели научиться на уроках профмастерства. О лучших из лучших репортаж Натальи Войтенко. В мастерской механико-технологического колледжа под рукой у конкурсантов все необходимое. За два часа они должны шить детский халат. В зачет идет умение пользоваться швейной машиной, оверлоком, управляться с утюгом, плюс аккуратность и качество самой работы. К удивлению, за звание лучшей швеи приехали побороться не только девчонки. Надо шить и вышивать, и все такое. Мне кажется, бывает же матерьерность. А в этой мастерской воспитанники коррекционных школ уже демонстрируют другие свои профессиональные навыки, полученные на уроках и факультативах. В борьбе за звание лучшего столяра задание не из легких. За пару часов нужно сделать угольник, но некоторые даже справились досрочно. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» для ребят с отставанием в развитии – лишний шанс на благополучие. Это состязание не только дает им навыки, привлекает внимание к проблемам трудоустройства воспитанников коррекционных школ, но и реально увеличивает их возможности получить хорошую работу в будущем. Для того, чтобы дети вошли в жизнь уверенно, с умениями и навыками, проводятся как раз подобные конкурсы. Являются путевкой во взрослую жизнь, мандатом. Те дети, которые занимают призовые места, для них открыты дороги и образовательные организации более высокого уровня, и также производственные объединения, где требуются их умелые руки, навыки и знания, полученные в школе. Итоги Всероссийского конкурса были подведены сегодня. Грамоты Министерства образования и науки получили лучшие мастера своего дела. В числе призеров двое ребят из нашего региона. Анна Якимчук заняла второе место в номинации «Лучшая швея». Участие в конкурсе, конечно, сложновато было, но я справилась. На время не смотрела, но как бы, чтобы качественно было. Ну и получилось. Я планирую, конечно, вырасти и поступить в какой-то колледж, чтобы учиться шить и профессионально. Но дипломы победителей разлетятся по всей России. Лучшей вышивальщицей стала Екатерина Кучерова из Ивановской области, цветоводом Маргарита Пушина из Удмуртии. Самым умелым овощеводом признан Юнир Кужин из Башкортостана. А в Московскую область увезут награды «Лучший швея» Марина Коробкова и «Столяр» Владислав Горин. Для остальных – напутствие от организаторов. Хочется поздравить всех участников с тем, что они для себя приобрели и вынесли из этого конкурса. И даже если кому-то чуть-чуть не повезло в этом конкурсе, никогда не останавливайтесь на достигнутом. У вас впереди целая жизнь. Удачи и успехов вам. Наталья Войтенко, Валерий Ларьков, Евгений Кравцовский. Новости Мира Белогория.